Начиная с 19 века, профессионалы-лингвисты, такие как Бо, Кун, Цейс, Броу, наконец, значит, в 20 веке Мэйе, Венуинист, они все считали, что существовала некая, единая, ну, как все, значит, индоевропейская общность языковая, которая примерно к рубежу 3-4 тысячелетия до нашей эры, нам придется оперировать очень большими датами, она разделилась на две группы. И в одной из этих групп находилась германа, балта, славяна, индо-ирана, армяна, греческая общность. То есть вот эти потом языковые семьи, распавшиеся в это время, представляли собой единый некий лингвистический массив. Для того, чтобы не быть голословной, я просто приведу вам вот этих авторов. Повторяю, Боб, Кун, Потт, Мэйе, Хирт, Анц стояли на позиции более близкого балтославяна индо-иранского родства. То, что прародина индо-иранцев или ариев находилась в высоких северных широтах, об этом писал выдающийся французский исследователь 18 века академик Жан Сильвен Баи в своих письмах к Вольтеру, которые у нас, к сожалению, были опубликованы только в начале 21 века. Повторяю, в 18 веке он это писал. Об этом же говорил Уоррен, первый ректор Бостонского университета. Его книга «Найденный рай или жизнь человечества у Северного полюса», изданная в 1885 году и выдержившая 10 изданий в 19 веке, у нас была опубликована и переведена на русский язык в 2001 году. Хотя бы так. Да. Ну вот. И книга Тилака «Арктическая родина в Ведах», которая была издана в Бомбее в 1903 году, у нас в 2002 году была издана и переведена на русский язык. Так что, сами понимаете, это очень все интересно. Дело в том, что и Боб, и Кун, и Цейс считали связи между болтославянским и индоиранским древними и достаточно тесными. То есть я читаю уже самих лингвистов. Амрие, Хирт, Арнс и Барроу вообще стояли на позиции более близкого болтославянско-индоиранского родства. Бернштейн в своем проспекте очерка сравнительной грамматики славянских языков пишет «Во введение будет охарактеризовано современное состояние славяно-иранской проблемы, указаны главнейшие черты, свидетельствующие о древних генетических связях славянских и иранских языков». Горнунг, это уже наш исследователь, отмечал сходство языковых форм в славянском, ведийском, древнегреческом, преимущественно гомеровском и отчасти древнеармянском языках. Грантовский, наш исследователь, в своей ранней истории иранских племен передней Азии писал «Особые связи арийского в пределах индоевропейского отмечаются в основном в двух направлениях – в сторону славянского и балтийского, и в сторону греческого, а также армянского. О близком родстве арийского и славянского с балтийским или без него писали еще исследователи XIX века». И далее он подчеркивает, что различные исследователи и те, что обычно соглашаются с определенной степенью родства или связей славянского с арийским и сторонники преимущественно арийской славянской или арийско-балтославянской близости относят контакты предшественников славян и балтов и предков фарьев еще к эпохе окончательно не распавшейся индоевропейской общности, а в абсолютных датах весьма раннему периоду. Но вот Наталья Романовна Гусева «Царствие небесное» рассказывала, как в начале 60-х годов к нам в Москву приехал крупнейший индийский санскритолог Дурга Прасад Шастрин. Ну и она, ее муж, Святослав Игоревич Потобенко, должны были отвезти их в подмосковную деревню для того, чтобы познакомиться с бытом, как говорится, русских крестьян. Они приехали не в самое удачное время в одну из семей, с которой была договоренность, ибо там расходились молодые муж-жена, поскольку у каждого был свой дом, был дом, в который отселялся бывший муж, был дом для его матери и дом, в который уезжала снаха с детьми. Естественно, здесь, значит, оказались такие чисто лингвистические проблемы. Дурга Прасад Шастрин прекрасно знал английский язык, как это положено в Индии, и, естественно, санскрит. Наталья Романовна санскрит, английский и русский, а бабушка и ее родственники, естественно, только русский язык. Когда они вошли к ним в дом, он спросил, чей это дом на английском языке. Наталья Романовна спросила у бабушки, чей дом. Бабушка ответила, это наш дом. Тогда у Дурги Прасад Шастрин глаза стали 8 на 12, и он спросил, на каком языке она ответила вам. Гусьва перевела ей текст. На русском. Какой русский? Это чистый санскрит. Это наш дом. Да нет, она не знает санскрит, это русский язык. Следующим номером программы был вопрос, когда вышла на улицу, а это чей дом, в который отселялся, значит, муж. Папка отвечает, это дом сына. А теперь она на каком языке ответила? На русском. Как на русском? Это санскрит. Это дам суну. Она как-то странно сказала сыну. Суну? А это чей дом? Куда отселялась сноха? А это дом снохи. И тут у него ножки подкосились, и он сел на травку. Потому что на санскрите это будет звучать. Это дам снухи. И потом, оказавшись в Москве, он через две недели отказался от переводчика и сказал, что если бы наш великий грамматист VI века до нашей веры, Панини, оказался в Москве XX века, он был бы потрясен тем, что язык его времени здесь оказался сохраненным таким чудесным образом. И когда милая девушка в московской гостинице, подавая мне ключи, сказала, что это номер 234, а на санскрите это будет звучать как двусанта тридашна чатвари, то я понял одну простую вещь. И об этой простой вещи он заявил на международной конференции лингвистов в Валахабаде. Когда он сказал, если бы меня спросили, какие два языка наиболее близки из всех языков мира, я не задумываясь бы ответил, русский и санскрит. Но вся прелесть заключается еще и в том, что северно-русский язык сохранил огромное количество диалектных форм, абсолютно идентичных классическому санскриту. Но санскрит это святой язык. То есть это уже кодификация языка жречества. А что мы с вами имеем в северно-русском? А мы имеем следующее. Вот я вам привожу примеры. То есть вы прекрасно понимаете, что ни на Вологодскую, ни на Архангельскую землю индусы не приходили и свой язык туда не приносили. Так ведь? И еще сто лет назад, это просто показатель, Валерий Брюсов, потомок первых королей шотландских, короля Роберта Брюса, наш великий поэт, русский, писал следующий текст. Не надо обманчивых грез, не надо красивых утопий, но рок поднимает вопрос. Мы кто в этой старой Европе? Случайные гости, Орда, пришедшая с каме и соби, Что яростью дышит всегда, Все губит в бессмысленной злобе. Иль мы тот великий народ, Чье имя не будет забыто, Чья речь и поныне поет, Созвучно с напевом санскрита. Итак, северно-русские диалекты. А Дина, ненасытный, Прожорливый, жадный, Она такая, Дина, придет, все сожрет, Никому ничего не оставит. Ад, санскрит, есть, поглощать. Один, питающийся, поедающийся. А Дина, веселый, неунылый, сытый. Похоже? Да. Арвина, у нас северно-русская, Дратва для починки обуви. Помните, валенки, валенки, не подшиты старинки. Арван, бегущий, спешащий, быстрый на санскрите. Акулька, неаккуратная, неопрятная у нас. Акулина, неблагородный, неаккуратный, неродовитый. Аркать, кричать, издавать громкие звуки у нас. Арк, петь, произносить гимн. Дальше, бат, может быть, возможно, вероятно, кстати. Я бат, завтра к тебе зайду, да? Бат, поистине, возможно, на санскрите. Бурада, у нас корзина. Буруда, в санскрите корзинщик. У нас бус, копоть, грязь, буса, сыро, пасмурно, бусы, дымчато-серый, бусая кошка, бусинец, мелкий моросящий дождь, буселы, плесневелые, испорченные продукты, бусеть, плесневеть, гнить и бусель, плесень. На санскрите буса, пар, угар, туман, отбросы, нечистоты. Варака у нас недотёпа, неудачник, неумелый, неряха. В санскрите варака бедный, жалкий, неудачник. Варахоба у нас неповоротливая, неуклужая, грязнуля свинья. Варахак кабан-свинья на санскрите. Варя лицо у нас. Вара ограниченное замкнутое пространство, круг. Недостаточно? Верава, крик-шум у нас. Вирка и шум, и скрипучий. Верава, крик-шум на санскрите. Верава, там, Верава, здесь. Да? Гать, дорога через болото. Гата, дорога, движение, гати, путь на санскрите. Гуня, верхняя одежда, нижняя рубашка, гуньё, бельё, старая одежда у нас. Гуна, нить, волокно на санскрите. Гунуть, сказать. Слово гунуть не могли. Гу, звучать на санскрите. Дивья, легко, хорошо, прекрасно, повезло у нас. Дивья ей в норке ходить, мужик таки деньги зарабатывает. Дивья, удивительный, прекрасный, чудесный, великолепный, небесный на санскрите. Душина, дурной запах. Душной козёл, помните? У Бажова. Душить, издавать неприятный запах. Душана, на санскрите, порча. Душти, порча, разложение, гниение. Душака, загрязняющий, портящий, воняющий. Етистый, какой сарафан етистый. Яркий, переливающийся, прекрасный. Ето, пёстрый, переливающийся, яркий на санскрите. Достаточно? То есть получается, что мы бы вряд ли смогли сохранить его лучшее за столько времени, за столько тысячелетий, чем это сделали. Да. Но дело-то всё в том, что это диалектные формы, понимаете? Если у нас до сих пор есть слово папин диалектное, злодей, безнравственный негодяй, то папин – злодей, безнравственный негодяй в санскрите. Если у нас пакши – это руки, не для твоих пакш, или крылья боровой птицы, то там тоже пакша – это крыло, перо и боковая сторона тела, то есть руки. У нас простава или проставка – это вышитая или вытканная орнаментальная полоса, которые украшают одежду, полотенца, подзоры простыней. То у них простава – это хвалебная песнь, это священный гимн, понимаете? Если у нас сорга – это кусок бересты, который перевязывает косу-горбушу очень архаическую, то есть то, что управляет движением, то там это просто управляющий движением. У нас есть Харовский район в Вологодской области, Харовский, где Хара, вообще диалектная, это золотистый, песок, светлый. Есть слово Харатья русское, то есть белоснежный, сверкающий. Хара. Вы знаете, что такое? Хари Кришна, Хари, Хари. Ага, Хара – это золотой, золотистый, сверкающий, небесный, божественный и так далее. То есть таких слов я не лингвист, просто в диалектных словарях нашла больше сорока. А если будут этим заниматься лингвисты? Я уже не говорю о названиях наших рек, которые переводятся чисто с санскрита. В этом же, конечно, можно говорить, что там есть река, допустим, суда, а мы не знаем, что это такое. Но суда на санскрите значит щедрая. Отсюда наш с вами судак, то есть щедрая рыба. Понимаете? Есть река Двина, о которой еще в 16 веке писали, что она двойная. Наша река Сухана, буквально на санскрите значит легко преодолитная. Сухана. Юга, сливающаяся, да, они сливаются. И так далее, и тому подобное. Есть река Кубина. Обычно, когда начинают иммологизировать это из финно-угорских языков, то получается полная чушь. Ну так Пинега, например, маленькая речка. Конечно, 800 километров и 2 километра в разливе очень сложно назвать, но с большим юмором ее маленькой речкой. Но есть санскритское слово Пинга, что значит красно-бурое. И она действительно протекает вот в таких вот красно-бурых песках. И там рядом с ней, ну вот в лужах просто видно, когда пройдет дождь, как кровь. Она красная становится вода. Поэтому понятно все. А исток ее носит название Кайласа. Да, да, река Кайласа. И причем река Кайласа протекает по местности, которая называется Алака. А бог богатства Кубера как раз и имеет свой дворец на Алаке и называется Алакой. И таких названий масса у нас в Карелии есть гора Гандамадана и озеро Гандамадана. А Ганхамадана – это место, где находится Шива. И, кстати, там же текут три реки рядом – Шива-ручей, Падма, а это одно из имен Парвати, и Ганеша-ручей. Нормально? И так далее, и тому подобное. То есть таких вещей очень много. Почему, в общем-то, один из крупнейших санскритологов 50-х годов, он преподавал у нас в Ленинградском университете, Рахула Санскритьяна, вот, так он ввел в научный оборот вообще такой термин – индо-славы, которым стараются не пользоваться. Ну что вы, ну вы понимаете, говорить о русской истории тысячелетней – это смешно. Ну, это смешно. Мы обычно говорим, вот, пришли к нам византийцы, пришло христианство, слезли наши предки с дерева, у них отвалились хвосты, и они начали, значит, писать иконы и пользоваться золотой смальтой. Ну, в Киевской Софии золотая смальта, не привезенная из Византии, а своя собственная, произведенная здесь. Понимаете, наши иконы, они отличаются несколько от византийских икон. Наши иконописцы, которые вдруг неожиданно выскочили в таком количестве, Андрей Рублев, Дионисий, он дочь у меня художника, она скажет, они прекрасно знали анатомию, великолепно, потому что такой стилизации современные художники не могут добиться. Это надо весь костяк знать. И так далее, и тому подобное. Так что санскрит и русский язык, да, но только русский язык, условно говоря, изначален по отношению к санскриту. Потому что русские, повторяю, не славяне, а русские, особенно северно-русские, это тот вот фундамент, на котором выросло потом это самое индоевропейское древо. Ибо северно-русы, которые сохранили вот эти вот диалекты, сохранили название рек и массу еще вещей, которые говорят архаики, на основе которых можно восстанавливать, реконструировать, дешифровать даже древнегреческие мифы и древнеегипетские мифы, и так далее, и тому подобное, это потомки того самого еще не дифференцированного индоевропейского населения, которое никуда отсюда не уходило. А уходить у них не было никакой абсолютно необходимости. Здесь не было войн на севере. Если сейчас наша Костенковская культура на Дону считается древнейшими поселениями европеоидного человека в Европе, и не случайно Турхиердал ездил на Дон, о Костенке, это село, которое недалеко от Воронежа находится, далеко находится еще один такой поселок Адрамка, а Махабхара-то рассказывает о шестом тысячелетии, когда был город Аджамитха, в котором правил один из царей, изгнанных там в свое время с его родной территории. Ну вы видели, какие речки у нас, какие у них названия. Плюс ко всему прочему, если на этих Костенках в свое время Ефименко нашел дом площадью 240 квадратных метров, остатки дома, в котором было 8 очагов, которые обогревали этот дом, как голландки-колориферы, то есть за счет пепла, золы, когда там начинали разжигать, то все быстро прогревался, этот пепел и зола, он хранил тепло. Это 32-е тысячелетие до нас с вами. Самое заниженное. Да, потому что сейчас уже говорят о 45 тысячах лет, а геологи говорят о 280, то есть археологи так, геологи так. Ну, они когда-то скорректируют все это хозяйство, но дело в том, что на территории Восточной Европы на уровне хотя бы 50 тысяч лет находят зернотерки, которыми пользовались для того, чтобы растирать зерно. То есть речь идет о протоземледелии. А чем они могли, что они могли собирать? А оказывается, у нас с вами был еще один период. Началось Валдайское или Асташковское, или как в Европе его называют, Рисвюрмское оледенение. Оледенела вся Англия. Карпатский, Пиренейский, Альпийский ледник, они как подкову зажали вот эту вот центральную Европу. И за исключением юга Франции, там, севера Испании, то есть Пиренейского полуострова, все остальное представляло собой арктическую тундру с березовым редколесьем. А на территории нашей, с вами Родины, что происходило? А у нас, начиная от Карпат до Средней Печоры, идут леса, в которые даже включаются широколиственные, то есть дуб и вяз. И огромные луговые злаковые степи, в которых, естественно, растут эндемики этих широт. То есть те растения длинного светового дня по академику Льву Семеновичу Бергу, которым нужно для того, чтобы они нормально существовали, 18-20 часов непрямого солнечного облучения, обилия влаги в почве. А такие условия южнее 56-го градуса просто отсутствуют. А это рожь, ячмень, овес, пшеница, лен. И они, естественно, росли в этих луговых злаковых степях, потому что в Канинской тундре, где уж две тысячи лет никто ничего не высаживает, не высеивает, Академик Лепехин, ученик Ломоносова, нашел дикую рожь. Вавилов не нашел предковых форм в Передней Азии, а здесь она нашлась. Иди, телен. И в середине 19-го века в Архангельске на выставке сельскохозяйственных произведений, как сообщает Штукенберг, один из наших статистиков того времени, были показаны колосья и торжи, зерна обмолоченные, мука из него и хлеб испеченный. Я бы тоже с удовольствием, понимаете? Потому что вот вам, пожалуйста, когда задаешь египтологам вопрос, вот скажите, пожалуйста, как так получается? Вот Жан-Сильвен Баи, вот он пишет в своих письмах Вольтеру, что египтяне называют свою землю таким, так? Земля. Земля кем? Это греки их называли, Египтус, значит, поморье. Откуда они пришли? Ну, они говорят, что они пришли из-под полярной звезды, с острова в Ледовом море. Асирис-Ра умирают на 40 дней и воскресает, когда, вы думали, 22 декабря. Где такие явления могут быть? Баи в 18 веке пишет. Это 68-й градус, это район Мурманска. Русская Лапландия. И когда спрашиваешь, скажите, пожалуйста, а почему вот Египет и Передня Азия стали очагами земледелия? Смотрите, какой махонький кусочек, где они брали зерновой материал. И самое умилительное, где они брали лен. У нас в моей альмаматоре Академии художеств была такой известный преподаватель Верко Борисовна Блэк. Она ученица милиции Эдуардовны Матье, это один из крупнейших наших египтологов. И вот по окончании института через где-то 11 лет я оказалась здесь и задала ей вопрос парадоксальный. Откуда египтяне брали лен? Если льняные бинты используются там, и весон это льняная одежда, которую носит высшая знать. Сказала, ну как выращивали? Я говорю, а как они могли выращивать? В Египте лен, если он там не растет? Как не растет? Я говорю, не растет. Лен-долгунец не может там расти. По своим характеристикам никак. Так, а где они его брали? Я говорю, ну где-то брали, значит. Да что ж, привозили что ли им? Я говорю, ну получается так. Потому что если мы с вами посмотрим на три пирамиды, Хуфу-Хафу и Менкаура, то они по своим параметрам и по расстояниям повторяют три звезды пояса Ориона. А Орион, это, извините меня, приполярное созвездие. Персей древнекреческий, он где находится? Вот он рядом. Посмотрите древне-иудейскую книгу Исаии. Бог творит на севере, под полярной звездой. И вокруг него страшное великолепие. Я не знаю, кто-то в Англии видел полярное сияние и полярную звезду высоко над головой. Я думаю, что нет. А характеристики гипербореи именно об этом говорят. Что там звезды ходят по кругу, вокруг полярной звезды. И вот арктическая родина в ведах, Тилок, именно об этом говорит. Я уже не говорю о том, что древнейший список от Харваведы, который был найден в середине 19 века, был вообще-то, относится к 16 веку, и был написан на берёсте. И в Индии до сей поры отмечаются такие факты, что брак в высших кастах у брахманов не считается законным, пока запись о нём не будет сделана на берёсте. А береста не является породой, берёза не является породообразующей на территории Индостана. Это нужно подняться на 3000 с лишним метров в Гималайи, ободрать там берёзу Жакмона или берёзу Полезную, а потом он написать. Что молодожёнов перед первой брачной ночью до сих пор в Индии окуривают берёзовой веточкой, горящей. И молодой, выводя свою любезную, также перед первой брачной ночью на улицу, спрашивает у неё, ты видишь высоко над головой Тхруу, это полярная звезда? Она поднимает голову и говорит, да. Так будь так же стойкая и нерушима, значит, и верна, как она. Но обычно, когда об этом говоришь на лекциях, мужики смеются, говорят, вот, начинают врать уже перед первой брачной ночью. Я говорю, что ещё бедолаге остаётся делать, если традиция обязывает её отвечать да. Она не может видеть эту полярную звезду или семь риши, семь звёзд, большой медведицы высоко над головой. Они низко над горизонтом на территории Индостана. Но там, в те места, откуда они пришли, там было так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok